Радио Болтком Добрый день, уважаемые слушатели Действительно начинается программа «Культурная среда» И у нас благодаря Елене Приваловой Есть прекрасная возможность Общаться, узнавать, знакомиться С интереснейшими российскими исполнительными дирижерами И это удивительная возможность Нам дарят современные технологии Поскольку мы все разбросаны по разным географическим точкам Но Zoom нас объединяет в одной конференции Вот я передаю штурвал, образы правления Елене Приваловой, добрый день Здравствуйте, кто сегодня будет у нас в гостях? Расскажите, пожалуйста Здравствуйте, Олег, здравствуйте, дорогие решения Очень рада, что наша передача продолжается Несмотря на все мои путешествия И мы можем встречаться почти каждую среду в 12.10 И разговаривать о культуре, о музыке Сегодня в гостях у нас очень интересные гости Молодой российский дирижер Мария Курочкина Здравствуйте, Мария Здравствуйте, здравствуйте, слушайте, здравствуйте, здравствуйте Феминитивы у нас уже давно вошли в обыденность Раньше всегда пианист, органист, скрипач, виолончелист И если стало уже достаточно типично и традиционно для уха Когда в женском роде говорят пианистка, органистка, скрипачка То вот к дирижерам это еще никак не входит И хотя пытаются вводить эти феминитивы, да, как блогерка И говорят дирижерка Все равно это звучит, на мой взгляд, еще до сих пор ужасно Я надеюсь, что все-таки это не войдет и не станет типичным Или все-таки это нормально, как вы считаете, Мария? Вот именно ваша профессия? Ну, скажем так, во-первых, я немножко не согласна с тем, что феминитивы появились у нас недавно Потому что они были в русском языке всегда Слова «хведения», «крестьянка», «крестьянка» Они были очень давно, они были столько, сколько есть русский язык Слово «экспресс» дали тысячи феминитивов И на самом деле феминитивы пропали из русского языка И пропали, я думаю, в пятого, второй половине, двадцатого века Даже на заре Советского Союза слова «инженерка» никого бы не смутили Не знаю, «докторка» или что-то такое Было абсолютно приемлемо, но нормально А сейчас, наконец-то, начинают возвращаться они в виду ход И по поводу слова «дирижерка» да, оно очень непривычно Я не уверена, что оно действительно благозвучно звучит Но, во-первых, «фа» это не единственный сок из этих феминитивов Их очень много «Иня», «эс» Их десятки, я думаю, если бы по такому А во-вторых, я думаю, что мы привыкли к этому И это прекрасно, потому что Репрезентация женщин во всех сферах Это, на мой взгляд, исключительно позитивное дело И я думаю, что мы привыкли ко всему, что нам казалось непривычным Ну, действительно, поэт, поэтесса И поэтесса очень красиво звучит Нет никакого раздражающего элемента А вот как можно было бы сказать о дирижерах женщин? Можно пофантазировать? Ну, вариантов очень много Помимо дирижерки, которые я периодически слышу И, честно говоря, сначала меня зарезали Сейчас я абсолютно нормально к этому отношусь И я сама себя пока что называю дирижером Но я абсолютно не против того, чтобы меня называли любым способом Можно, например, придумать слово «дирижерство» Может быть, оно звучит чуть более звучнее, чем «дирижерка» Но в любом случае, мне кажется, что за этим будущее Я надеюсь, что за этим будущее Действительно, потому что женщины все больше и больше Восстанавливают свои права практически во всех областях И, конечно же, музыке Если сейчас уже ни у кого не возникает вопросов Почему женщины поют Если нас помню, были периоды, когда Мужчины даже делали специальные операции Для того, чтобы у них был женский голос И они пели, да, то есть это всемирно известные костраты Афринели и другие костраты того времени То, к счастью, это все стало меняться И женщины точно так же участвуют в этом процессе И мне кажется, все-таки вот дирижерский путь Он один из таких наиболее консервативных И, наверное, труднее всего впускает женщин Как бы в свое, как можно сказать, в свое плой То есть вот насколько это чувствуется Потому что когда молодой дирижер, это абсолютно нормально А вот каково отношение к женщинам-дирижерам В России и за рубежом? Ну, вы знаете, это действительно очень непростой вопрос, к сожалению Но буквально на моих глазах ситуация меняется Я помню, что когда я поступала в консерваторию Это было в 2015 году Там была даже такая неприятная история Я хорошо узнала в какую-то тему дизайн-профессионисту Тогда еще был Железный Николаевич Вождественский Светлота Мичина И была большая комиссия Из самых известных амстических дирижеров И мне удалось как-то хорошо выступить Мне подсказывали аж 100 баллов Потому что тогда было большое редкостью Но потом один из преподавателей Кафедры, что он инстарент И задал вопрос, который я думаю, что считается очень неотечным Он спросил меня, когда я собираюсь рожать детей Понятно, что вообще никаких вопросов не было бы Потом я часто сталкиваюсь в мелочах С подобными предубеждениями Но чаще со стороны более, скажем, возрастных людей Но буквально на моих глазах ситуация менялась И все больше и больше девушек поступало Все больше девушек видела для себя такую возможность Потому что, конечно, это непросто принять это решение Вот я стану дирижером И все очень по-разному к нему приходят Это никогда не бывает чем-то таким простым Выбрать, что поесть Или какую книжку прочитать Это всегда сложное решение Какое-то очень осознанно к этому подходу И когда парень говорит Я хочу попробовать стать дирижером Я ему скажу Да, попробуй, почему бы и нет Может быть, это твое Я помню, когда я сказала вслух впервые Я хочу быть дирижером Буквально все вокруг сказали Ты сошла с ума, у тебя ничего не получится Куда ты резешь? Только два человека поддержали Мне только я мужчин-признатель Но это очень много на самом деле Поэтому эта видимость и репрезентация Что все больше и больше девушек в этой конфессии появляется Мне кажется, большим благом для следующих поколений Сейчас в консерватории научится Много замечательных, талантливых девушек Которых, я уверена, дадут большое будущее Вот мы знаем выдающихся пианисток Марта Аргерих Это если прям брать уже Мария Рудина Юдина, простите То есть это совсем уже советское поколение И уже ни у кого не вызывало сомнения в том Что женщины действительно могут быть талантливыми исполнительницами Появилось ли среди вашей череды женщин-дирижеров Какие-то вот такие яркие имена И которые действительно уже беспрекословно принимают в профессиональном мире Если говорить о, скажем, таких давних временах Несмотря на все Несмотря на то, что женщины даже не были в оркестре В 20 веке у женщин были очень сильно поражены в правах Несмотря на то, что нам сейчас кажется Что многие уже были демократии Уже были выборы Насколько я знаю, что в Лицарии В очень прогрессивной враге бы страны Чуть ли не в 80-е После 80-х женщин не было избирательных прав Я знаю, что в полное время в Афганции Женщина не могла открыть банковский счет Без разрешения можно Многие не могли работать без разрешения можно Несмотря на все это И тогда были выдающиеся женщины В этой профессии Это Эмоджин Хост Девочка из Куба Холста Это Надя Буландже Которая вообще В своей эпохе Она воспитала огромное количество Американских композиторов Думаю, что это Человек, который Абсолютно точно изменил Музыку 20 века Одна из величайших людей В том числе Она была дезижером Об этом тоже нельзя избивать И еще известная деятельница Музыка К сожалению, она менее известна, чем должна была быть Но я думаю, что история восстановит ее имя Ну и, конечно, нельзя забывать Нашу знаменитую Израильскую Борисуна Гидарова Да Она воспитала своим коллективом Более 50 лет Что, по-моему, стало вообще Занесено Ну и сейчас Есть К примеру Уже Женщин По пенсии Дирижера Состоявшихся Абсолютно Например, это Алексей Невок Которая стала Главным дирижером Михаевского театра Буквально недавно Я считаю, что большое событие И я считаю, что она абсолютно Крагословная И я очень-очень Музыка Из более молодого поколения Наверное, это Анна Ракитина Мы вместе учиться Я не помню, что там годы мы выпустила По-моему, в 16-м Или в 17-м Что-то такое Мы какое-то время С ней вместе учились Вот И Она В прошлом Конкурсе Мальком Тот, который сейчас Два Предыдущий Я точно не вспомню, какой это Год Она заняла второе место И после этого Она стала Весьма востребована Градежа Сейчас Я не знаю По крайней мере Что конкретно сейчас Происходит В ее карьере Но я регулярно Слышала Водя Будет С петлейшим Американским оркестром Она была И иногда сейчас Даже Вынимает Этот порт Дирижером Ассистентом Боквинского оркестра Потому что Примеров На самом деле Еще Может быть Очень много Дирижер Это профессия Можно сказать Это вторая Специальность Серегка Когда кто-то Свое музыкальное Образование Выбирает сразу Дирижирование С чего Вы начинали Как строилась Ваша музыкальная Карьера На самом деле Это вопрос Очень Такой Следующий Наверное Длинного ответа Потому что Я могу ответить Конечно Но У меня Довольно Необычная Судьба Для дирижера Обычный Дирижер Это Человек Который Дирижер Отдан В очень Нежном Возврите Профессиональный Думан Самого Ранего Дерства У меня Судьба Совершенно Другая У меня В семье Нет Индикантов И у меня В доме К сожалению Не звучала Классическая Музыка Мои Родители Физики Классивали И самая Всегда Тоже Технических Или Гуманитарных Науках Развивалась Вот И Я В детстве Сама Случайно Слушала Сказала Что Никуда Срочно Надо Видела Там Рояль Мне Он Очень Понравился Вызвало Большое Любопытство Мне Очень Хотелось Потрогать Клавиши Рояля И И И Я Вытребовала Чтобы Мне Отдали На Фракет Я Но Ребен По Мне Было Очень Ленивым И Поэтому Когда я Уже Была Ближе К старшим Классникам В школу Я Удела Немножко Забросила Я Продолжала Заниматься Музикой Играя На Классической Гитаре А Потом Когда Я Рано Выписалась Из школы Я Закончила 11 Класс В 16 Лет И Нужно Было Выбирать Себе Профессию Я Честно Говоря Понятия Не Мало Чем Заниматься Я Всегда Очень Любила Музыку И В том Числе Академическую Классическую Музыку Но Скажем так Я считала Что я Недостойна Занятия Музыкой Профессиональной Вот Есть Какие-то Небожители Которые Спецелет Играют На скрипке А есть Я Вот Это Наверное Их Дело А Мои Многие Не должны Подбирать На Локальное Училище И Поэтому Я Совершенно До свидания Поступила На Циологическую Факультету Себе Вопрос Закончила В гимназии Я изучала Очень подробно В стране Мария Чуть-чуть Поближе К микрофону Когда вы Отдаляетесь То очень плохо Вас К сожалению Слышно И то есть Вы поступили Решили Что Ваша Участь Совершенно Немузыкальная Вы этого Недостойны Вам нужно Идти В СЭКБЛГУ На Филпак Да Так и было Я проучилась Там полгода А дальше В моей жизни У меня случилась Очень тяжелая болезнь Которая заставила У меня Кардинально Пересмыслить жизнь И я поняла Что Что бы там ни было Даже если я Совершенно не засну Я вот возьму И пойду И через какое-то время Я долго Восстанавливалась Я поступила В училище Немузыкского В Петербурге У меня В общем-то Был небольшой выбор К сожалению У меня до сих пор После болезни Есть некоторые Проблемы С руками Что Приводило К трудностям В украине Инструментов Я поступила На классическую гитару Потому что У меня был Не очень большой Конкурс На каркопиано Я уже Не чувствовала Силы Подготовиться Должным образом И еще Был выбор Теория музыки Но я решила Что я буду Вольнослушателем Ходить Везде Где только могу И что Собственно И делала С большим Волосием И я Закончила Училище Таким образом Беря Какие-то Факультативы По дирижированию Даже Они находили Такие полуобязательные Вроде бы у меня Неплохо Получалось Я очень Заинтересовалась Симфонической Музикой Очень много Слушала Ходила на концерты Ну после Учебы Я поехала В Германию Думала Что буду учиться Там Мне казалось Что там лучше Но так получилось Я ездила На ступетильный Замены Я понравилась Одному профессору Он сказал мне Что он был Не взял Но вот я По-немецки Совершенно Не говорю И поэтому Отправил меня На преподобительный Курс И я Поехала В Германию Я рассчитывала На стипендию Если бы я поступила А так Мне пришлось Поехать Таким Очень Нетривиальным Образом Потому что Денег было мало Я нашла Такую визу ОПР Я жила В семье Присматывала Ведетми Третьих часов В неделю Что-то такое Водила Чисковую Собирала Завтраки И за это Я жила Бесплатно Получала Какие-то Небольшие деньги Таким образом Я прожила В Германии Семь месяцев Я была Протительной Никто не пострадал Никто не пострадал Но Я воспринимала Это как работу Меня это как-то Не увлекало Все свои силы Я отдавала музыке И как-то В этой стране Намного легче Дышится В смысле Какого-то Гендерного Равноправия И давления Общества На женщину И так получилось Что буквально В первый день Моей жизни В Берлине Меня ноги Сами вынесли Берлинской филармонии Я просто пропала Я все свои Деньги Все свое время И все свое внимание Оставляла там И просто В какой-то момент Я проснулась И поняла Что я Почусь быть дирижером Нужно очень давно И не могу Больше себе В этом брать Какой бы Эта затея Не была безумной Я должна Попробовать Потому что Но Потом Иначе Буду очень жалеть Что даже Этот маленький шанс Может быть Призрачный Который есть Я не использую После этого Мне пришлось Вернуться в Россию Потому что Мне к сожалению Не удалось Найти кого-то Кто помог Мне подготовиться К поступительным Экзаменам Дирижера Вот А в Германии Та фокшуле Куда я должна Была поступать Не имела Дирижерского отделения Я понимала Если люди Германии Гектара Либо России Призрачные шансы На то Чтобы стать дирижером Я вернулась И Очень Черно готовилась Начинала человека Который мне помог Который занимался Со мной И буквально Через год После возвращения Я поступила В Московскую консерваторию Совершенно Московская консерватория Почему Московская Не петербургская Ведь вы родились В Петербурге На самом деле Это Как бы Это странно не звучало Это произошло Практически случайно Я Занималась С Человеками В Москве И Я решила Что Для меня задача Максимум В 15-м году Когда я шла Поступать Это пройти Во второй тур И выйти В оркестру Первой в жизни Я вообще Не рассчитывала На то Что я поступлю В Московской консерваторию Потом еще Должит Гнадий Павлович Рождественский Что тоже Конечно Сыграло Большую роль Я просто Поближе Поближе К микрофону Мария Лариса Валентина Кириллина Это Все люди Книги Которые Я читала И конечно Учиться У них Это Фантастик Я очень Счастлива Что Мне Получилось Получиться Именно В Московской Консерватории Хотя Конечно И Петербургская Консерватория Прекрасное Учебное Заведение Мне Менее Знакомое Где Теперь После Уже Окончания Консерватории Вы чаще Играете И Где Ваша Работа В Москве Или В Петербурге Или вообще В другом Городе В основном В Москве Впервые У меня были Гастроли В Петербурге Буквально Недавно Был концерт 22 июня Совершенно Уникальной Программой Вы играли Мессиана Да Расскажите Чей-то выбор И вообще Как вы относитесь К Хочется сказать Все равно Современной музыкой Хотя Конечно Мессиан Уже композитор 20 века И написано Большое количество Действительно Современной музыкой Но Мессиан До сих пор Не знаком Широкой аудитории Расскажите Об этом концерте И вот Об этой практике Это был Действительно Очень интересный Концерт С потрясающей Программой Ее подбирала Я Сейчас Немножко Расскажу О нем Но для начала Хочу чуть-чуть Поправить Василина Мессиана Я не играла Мессиан Сын был В программе Но его Исполняли Это были Это были Песни Для голоса И рояля Их исполняли Наша Замечательная Ими Михайлова Пианистка И певица Элене Буретишвили Я участвовала В исполнении Другой Части Программы Это Зия Яниса Ксенакиса Версия Для Голоса Рояля Клейты И Мужского Хора Или Ансамбля Тимирот И Замечательная Совершенно Холл Сонгс Берию Вот В этом я Тоже Принимала Участие Это Был Концерт Довольно Скажем так Специфично Организованный Для Музыкальной Практики Это Наверное Уникальная История Дело в том Что Этот концерт Проходил Много Мало А В ИТИУ Это Один из Таких Университетов Петербурга Который Никакого Отношения К музыке Не И И И И И Декан Одного Из Пакуитетов Антон Факуитет Называется Технологического Менеджмента Инноваций Он и так Прошу прощения Своя ошиблась Вот Он Помимо того Что Перестящий Специалист Своего Тела Он Очень Увлекается Современной И музыкой 20-го Академической И И Имея Для этого Ресурсы Постоянно Пропагандирует Этот Пласт Музыки И Прекрасно В нем Разбирается Надо сказать Потому что Вот эта Программа Была Составлена Очень Профессионально И Очень Интересно И Очень Я бы сказала Особо То есть В этом Чувствуется Не просто Какой-то Опыт Составления Программ Которого Может быть У Антона Нет Поэтому Чувствуется Какой-то Свой Почерк И Какое-то Своё Видение Видение Человека Который Очень Знаком С Этой Музыкой С Этим Стилем И Для Участия В этом Концерте Была Приглашена Я И Вот Целая Команда Прекрасных Музыкантов Это Не Какой-то Определенный Коллектив Этот Коллектив Собирался Под Это И Вот Таким образом Мы Помнили Эту Программу Это Был Концерт Посвященный Выпуску Студентов Этого Капултета Есть На чем Вы работаете В Москве В каких-то Постановках В каких-то Концертах Участвуете Я Периодически Участвую В концертах К сожалению Пока что Их Не очень Много И Часто Это Такой Класс Камерной Музыки Которая Требует Дирижера Вот у меня Например В апреле Было Выступление С Ансамблем Солистов МГСУ Московского Государственного Симфонического Оркестра Для Дирижера Там Надо Сказать Что это Уникальный Коллектив Потому что Их Оркестранты Не просто Хорошие Оркестранты Не просто Хорошие Профессионалы Именно В оркестровой Игре Инструменталисты Как правило Духовики Солистами В оркестре Для них Может быть Это Не так Непривычно Быть Солистами Камерной Музыки Но Оркестранты Струнники При этом Далеко Не с первых Пультов Зачастую Проявляют Сюда Просто Великолепным Образом Как Камерные Музыканты Это Большая Редкость Это Просто Прекрасно Вот Мы с ними Исполняли Потрясающую Миниатюру Тоже Для Голоса С Ансамблем Три поэмы Маларне Мариса Равеля Вот Я Сейчас Довольно Много Ассистирую И На мой взгляд Для молодого Дирижера Это Очень Правильный Путь Для развития По крайней мере Для меня Один из Путей И Наверное Для меня Это Очень Хороший Путь Потому Что Как Ассистент Как Дирижер Ассистент Молодой Дирижер Может Впытать В себя Очень Много Той информации Того опыта Который На Своих Каких-то Фишках На своем Собственном Опыте На своих Ошибках Человек Будет Изучать Очень Долго Поэтому Наверное Это Более Европейская Традиция Может Более Даже Медиканская А у Нас Это Не до Такой Степени Принято Но Мне Кажется Что Это Прекрасный Путь Для Развития А Как Вы 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 Сами Вы Вы Или Вас Приглашают Дирижеры Быть Ассистентом В оркестре Вы Знаете Это Очень Трудно Сказать Потому Что Иногда Это Получается Как Вы Сами Конечно У меня Есть Какие-то Мечты Какие-то Планы Какие-то Свои Желания Но Я Никогда Не Отказываюсь От Работы Какой Она Не Была И Нет Пожалуй Ни Одного Опыта О Котором Я Жалела Бывали Сложные Опыты Бывали Не Самые Удачные Но В любом Случше Это Все Раскопилку И Приносим Большую Радость Вот У меня Забылась Мечта Я Наверное Все Верное Постучу По дереву Но Он Меня Пригласил Поассистировать В Октябре Этого Года Сам Главит Михаил Чуровский И Для Меня Это Конечно Большое Счастье И Большая Радость Немножко Пропало Повторите Пожалуйста Имя Дирижера Владимир Михайлович Чуровский Вот Сам Предложил Ему Кассировать И Пусть Это Может быть Пока Что Непонятно Произойдет Или нет Мы Все Живем В таком Мире Где Мы Не Можем Наперед Загадывать Но Надеюсь Что Для меня Это Было Большим Счастьем Вы Учились В Московской Консерватории На Факультете Оперно-симфонического Дирижирования И там Как раз Происходит Обучение И как Дирижировать Симфоническим Оркестром Оперы И балета И просто Симфоническим Что Вам Ближе В каком Направлении Вам Хотелось Развиваться В театральном Или Именно Только В симфонической Музыке Вы Знаете На самом Деле Да Вроде бы Мы Оперно-симфонический Дирижеры Но К сожалению Как правило Мы получаем Опыт Только Симфоническим Консерватория Как правило У нас Действительно Есть Выпускной Спектакль Но К сожалению Обучение По крайней мере До недавнего Времени Было Устроено Так Что Оперный Оркестр Дирижеры Видели Только В последнем Семестре Последнего Курса И К сожалению Не получали Профессию Оперного Дирижера И Честно говоря Среди Многих Вот таких Совсем Юных Дирижеров Бытует Такое Мнение Что Ну вот Симфоническое Дирижирование Это конечно Очень интересно А Оперное Это Ну так Поскольку Поскольку Если придется Конечно Про балет К сожалению Мы вообще Ничего не знаем У нас Нет такой Практики К сожалению Это только Во время работы Постигают Дирижеры Как правило Но если Не было Какого-то Шанса Во время Учебы Не связано С консерваторией Вот Но мне Очень повезло Я Стала До некоторой Степени Наверное Исключением Отчасти Благодаря Большой Большой Удаче Мне У меня Как-то Один из Дирижеров Который Меня знает Которому Я Не раз Ассистировала Попросил Заменить Его на Репетицию Привиату В Оперном Театре Консерватории И с тех пор Я совершенно Пропала Я влюбилась В Оперный Театр И Честно Говорю Я не могу Сказать Что я бы Хотела Работать Только В Оперном Театре Хочется Как очень Жадному Человеку Всего И побольше Но Я совершенно Однозначно Очень Хотела бы Работать И в Оперном Театре Тоже Ну вот Те Кто Дирижирует Симфоническим Окестром Час Также Приходится Еще И аккомпанировать Солистом Выступать С пианистами С крепачами Волочеристами Был ли У вас Уже Подобный Опыт Работы И с солистом Именно С симфоническим Окестром Вместе Да Конечно Был Его Конечно Пока Меньше Чем Именно Симфонического Опыта Но Это были Весьма Разные Сочинения Надо Сказать Что Это Действительно Особый Вид Дирижирования Наверное Это Непростая И Очень Многое Зависит От Контакта С Солистом Или От Контакта С Окестром Тоже Обычно Бывает Всего Одна Две Репетиции И Как Можно Успеть Фактически Как Сделать То есть Это Действительно Превращается Только В аккомпанемент Или Все-таки Удается Сделать Какое-то Определенное Сотворчество Достаточно Летих Одно Двух Репетиций Для того Чтобы Сделать Концерт Чайковского Для фортепиана С Ну Я Думаю Что Все Очень Зависит От Ситуации От Коллектива От Дирижера От Солиста Я Будучи Ассистентом Не раз Наблюдала Ситуацию Когда Скажем так Много Играемые Концерты Вроде Первого Пьяного Чайковского Играются Практически Даже Не то Что С одной Двух Репетиции А практически Без Репетиции И в общем-то Все сходятся Но Конечно же Это Не так Такое тоже бывает Да Такое бывает Но К сожалению Но к сожалению К сожалению Да Но вообще Вообще Я думаю Что опытные люди Нуждаются В репетициях Именно Для того Чтобы Грубо говоря Сойтись Намного Меньше Чем Молодые Специалисты Но Есть Такое Очень Простое Правило Что Дирижок Должен Пообщаться С Солистом Инструменталист Или Певец До Первой Репетиции И К сожалению В силу Разных Обстоятельств Именно Куда Это Не Получается Я Помню У меня Был Такой Опыт Я Должна Была На Мастер Классе Дирижировать Полок Из Паяц Ленковала И Я Умоляла Сказать Мне Кто же Будет Петь Чтобы Я С этим Человеком Позанималась Чтобы Я Встретилась И спросила Как он Это делает Скорректировала Темп Потому Потому Что Это Совершенно Не Та Музыка Где Певца Можно Поймать Без Подготовки Но В силу Технических Обстоятельств Я Не Смогла Добиться Того Тоже Это Будет И Первая Репетиция Прошла Честно Геро Кошмарно При Том Что С Оркестром У нас Все Было Готово И Сделано Но Мы Развалились Совершенно Ужасно После Этого Я Буквально Десять Минут Пообщалась С певцом За роялем И Все Получилось На следующей Репетиции Просто Без вопросов Мы Уже Работали Над деталями Поэтому Для себя Я поняла Репетиции Говорить Заранее Я Даже Как Музыкант Тоже Это Понимаю И Часто Бывает Что Особенно Конечно В Москве Когда Кажется Что За одну Две Репетиции Можно Сыграть Программу Каждый Подготовил Свою Партию Но Вот Этого Чуда Оно Редко Случается Когда Все Сыграно Это Чувство Плеча И Мне кажется Дирижерам Это Особенно Сильно Потому Что Особенно Сложно Потому Что Помимо Того Что Есть Солист За Спиной Еще Есть Огромный Оркестр Которым Нужно Управлять Вот Наша Передача Подходит К концу Мне очень Хочется Зазать Вам Этот Вопрос Вы Сказали Что У вас Были Эти Проблемы С руками Когда Вы Заболели Собственно Говоря Не до Конца Восстановились А не Мешает Ли Это Вам Дирижерство Ведь Руки В Дирижерстве Очень Важны Дело В том Что Я К сожалению Не могу Сравнивать С Отсутствием Проблем Потому Что Я Уже Даже Не Очень Помню Как Это Было Но Мне Просто Снижена Чувствительность Пальцев И Это Мешает Мне Играть На Рояле Хорошо Так Как Я Должна Была Наверное Дирижером Как То Я Играю Но Это Я думаю Мало Влияет На Дирижирование И Многие Дирижеры Сейчас Уходят От Палочки Дирижируют Просто Руками Какой Вам Способ Ближе С Палочкой Или Только Руки Очень По-разному Это Зависит От Программы И Честно Говоря Это Трудно Даже Как-то Объяснить Классифицировать Вот Это Я Буду С Палочкой Это Без Но Наверное От Размера Ансамбля Это Тоже Зависит Хотя Равели Я Дирижировала С Палочкой А Вот Эту С С Программу Программу 20 века Точнее Без Палочки По Ушишинам Только Пашин Дорогие Друзья У нас В гостях Была Молодая Российская Можно сказать Дирижер Мне понравилось Это слово Дирижер Еще Мария Курочкина Которая Родилась В Петербурге Окончила Московскую Консерваторию В классе Гениального Генназия Рождественского И Сейчас Идет Поразвивающаяся Творческая Деятельность Я желаю вам Марии Больших успехов Чтобы мы Слышали Ваше выступление С ведущими Коллективами Российскими И европейскими И вы Продолжали Это шествие Женщины Дирижера По всему миру Больших вам успехов Пускай все получается Спасибо большое Простите Я хочу добавить Что закончила В классе Верия Прочи Дронова Вот как Добавление Маленькое Да Просто мы как раз Говорили Что к тому времени Спасибо за добавление Спасибо за замечательную беседу До новых встреч Дорогие друзья Вы слушаете Радио Болтков